Здесь я в белом ящике, внутри я тоже сделал уклад в виде россыпи спайса. Так называемые закладчики, их двоих взяли первыми при закладке ДОС, подробно рассказывают, какие наркотики, где и в каком количестве они оставляли для покупателей. При них было 55 пакетиков со спайса. Третьего участника группы, гражданина Узбекистана, взяли в автомобиле. Что-то имеете запрещенное при себе? Пожалуйста, руки держите на руле. Руки держите на руле. Ничего не имеете, не вредя. Именно в машине хранились оптовые партии дурмана. Под передними сидениями, в багажнике и внутри колеса было найдено около 900 пакетиков с наркотиком. Всего в ходе обысков было изъято около 4 килограммов дурмана. После, в момент попытки выехать из Сочи в Белоруссию, были задержаны еще двое подельников. Диспетчера и одновременно бухгалтера группы, гражданку Узбекистана, взяли в Москве. Откуда, кстати, всей группой руководил 29-летний житель Чечни. На его поиски ушло 9 месяцев. Еще один человек пока остается в розыске. Кстати, закладчиками, которые были задержаны первыми, оказались молодые сочинцы. Наркодилеры используют все возможности, чтобы увлечь молодежь в свой незаконный бизнес, обещая им легкий доход. Но есть и обратная сторона медали. Так, в прошлом году в места лишения свободы отправилось 186 сочинцев в возрасте от 18 до 24 лет. Как правило, это молодые люди, так называемые закладчики, которых вербовали посредством интернета, через телефон. Дальнейшая судьба этих горе-наркодельцов никого не волнует и не интересует. Прибыль получают, конечно же, другие. Те, которые нанимают, они называют их молодежь расходным материалом. Что касается задержанной группы, на расследование и рассмотрение уголовного дела потребовалось около двух лет. Организатора приговорили к 7,5 годам лишения свободы. Остальные участники группы получили от 6 до 10,5 лет заключения в колонии строгого режима.